Я уже в пути, еду, проехал на этом заказе 18 километров, получил 199 рублей 47. И ожидаем следующего заказа. Как всегда, ребята, термокороб у меня еще проверку не прошел. Сегодня гарантия в городе, почему-то они понизили до 17.59 заказы от 180 рублей. То я уже загружаю свой термокороб в третий раз, и он пока не проходит проверку. Какой-то непонятный глюк в Яндекс. Доставки. Он проверяется, я вошел опять на линию. Идет время, ребята, а мне жалко времени. Самое интересное, непонятное, посмотрите, я сделал, получается, проехал 6.8 километров до заказа, и мне прибавили активность плюс 3. А хотя раньше у меня был, посмотрите, 10 минут и 9 километров, а активность была только плюс 1. Те очень странно. Автоматически пришел новый заказ. Через 100 метров развернитесь. Заказ, ребята, получил какой-то мутный, там с организацией непонятно, там, что-то, брать какую-то краску, а написано, позвонить тому-то, он скажет того-то. И так, какой-то очень мутный заказ, ребят, просто. Я подожду 10 минут, мне еще осталось, там, получается, 2 минуточки, и все, я отменяю. Отменяем заказ. Отменить. Заказ отменен. Паллы-баллы, продолжить. И у меня уже опять есть термокорп. Так что уезжаем отсюда. Написал, ребята, такой текст для них, что моя машина не предназначена для перевозки краски. И посмотрим, приложил скриншот, посмотрим, что они ответят. Пообедал и опять вышел на линию. Время 16.00. Кафе убегает, поэтому я начинаю движение маленькое. Самое интересное, я выключил автоприем заказов, и у меня загорелась информация, заказы недоступны, включите автоприем заказов. Да, включите автоприем заказов. Не хочет он мне давать. Автоприем, все заказы. Готово. Время 16.51, кафе горят везде почти, а заказов нет и нет. Отказался, ребят, ввести краску на заказе, и у меня отменили 10 баллов активности. Заработать опять на плюс 10, надо мне сделать 10 заказов. В общем, вот такой Яндекс. 11А Да, ребят, пришел заказ наконец-то. Посмотрим, что там. Через 50 метров развернитесь. Ресторан Грека. Ребят, я почитал, здесь получается адрес, это торговый центр, там получается парковка, она платная. А нигде рядышком встать нельзя, поэтому отменяем заказ. Пишется балово, ну что сделать. Заказ отменен. Напишем сейчас, ну попробуем написать, почему отменил. Попробую выключить телефон и включить. Ребят, смотрю, списались баллы, минус 10. Сейчас попробуем написать. Написал в техподдержку, что это самый, пришел заказ от центра, а въезд в него платный 100 рублей. Вот, и что мне написали, посмотрите. Хорошо, что написали, вернула вам бал активности. Пожалуйста, цените мою работу. Оцениваем, ребята, на что на пятерку. Мы добрые. Спасибо. Да, баллы активности 86 восстановлены. Все хорошо. Ходим на линию опять. Все на линии, ожидаем заказа. Опять поступил заказ, посмотрим, что там будет. Поверните направо, а затем поверните налево. Еще будем выезжать. Да, ребят, поехал, заказ отменили. Прикольно, да? Если оплата стоит наличными, они отменяют, и ничего они не теряют. А вы выезжаете, теряете время и топливо, как бывает. Отъехал, поступил какой-то заказ, не знаю даже, не могу прочитать. Это забрал креветки, ехать 25 минут. Отдал заказ, отдал креветки, и поступил мне новый заказ. Сразу выехал. Не успел даже включить камеру. Вечер начинается, можно сказать. Приехал уже, иду забирать посылку. А так, ребят, маленькие пробочки. Еду, получается, по томатику. Зеленки пока маловато. Был заказ, но о сумме, я скажу немножко попозже, что отъехал от города на 9 километров. Такое было, 54 километра пробега. Я въезжаю в город, здесь ремонтики такие, и прилетел новый заказ. Самое интересное, заказ опять в раковарню. Еду за раком. Еду здесь, ребят, аварии такие на въезде. Машина куда-то въехала, зад видимо. Дальний заказ у меня 1 час 2 минуты, аж в Балтийск, в другой город, к самому морю. Так что будем ехать. Показываю час и 2 минуты. Сделал этот заказ, время уже 20.19, я в Балтийск приехал. Но самое интересное, что, видимо, заказчик или оператор указал неправильный адрес, неправильную квартиру. Я пришел по адресу, где был указан номер квартиры. Звоню, открывает мужчина, смотрит такими большими глазами и говорит, а я ничего не заказывал. Я говорю, как не заказывали? Вот смотрите, такой адрес. Он говорит, вообще ничего не заказывали. Я говорю, спрашиваю, а может кто-то из вашей семьи заказал? Он говорит, нет, я один живу. Я говорю, ну извините. Потом стал я звонить по телефону, который там был указан. И оказывается, что этот заказ на пятом этаже, то есть получается еще выше, как бы, была указана неправильная информация. Бывают такие приключения. Пришлось немножко побегать, так что маленький стрессик такой. Получается копилочки уже 1861 рубль 19 копеек. Заказ у меня был на 1369 рублей. Ребят, сегодня рыбный день получился. Одни морепродукты, возил раков, морепродукты и 4 заказа 1861 рубль 19 копеек. Буду, наверное, уже уходить, заканчивать. Всему, ребята, удачи и пока. Спасибо, что были со мной.